Всем привет! Сегодня 8 сентября, Московская область. У нас очень сильно похолодало, прям осень-осень. Максимум днем до 10 градусов тепла. Сейчас сильный ветер, но я надеюсь, что у меня будет хорошо слышно. И пока не пошел дождь, хочу заснять новый цитник, который я создала в этом году, в начале августа. Сразу скажу, что цитник не запланированный, но сейчас все подробно. Для начала были установлены вот такие две металлические арки. Высота от верхней точки до земли 2,90. Ширина этой арки 1,95 м. Я покрасила коричневый цвет, краска для металла. Также здесь присварены были две ноги уголком, они находятся под землей. Мушет делал ямки, и мы засыпали эти ноги не землей, а вот таким камнем. Она стоит очень устойчиво, все замечательно. Арки были сделаны с той целью, чтобы установить на них лиственницы. Эти лиственницы я покупала, их две у меня. Сейчас расскажу об этой. Это лиственница пендула, плакучая форма. Покупала я эту лиственницу в прошлом году, поздней осенью. И она у меня зимовала в горшке, не прикопанная в теплице. Я покупала у частного лица. У него в остатках было две лиственницы, я их купила. Штамп здесь очень низкий, буквально 10-12 см. Именно такие лиственницы идеально ставить для арки, на арку. В будущем лиственницы, видите, я ее подняла, ветку, пустила ее на арку, закрепила, пока это просто мягкая веревка. Капроновые колготки были, я разрезала и закрепила, чтобы она не перетягивала ствол. Почему я выбрала именно такую арку металлическую? Только потому, что я как-то на канале увидела на ютюбе, случайно мне попалось видео, женщина показывала свои лиственницы. И у нее как раз была лиственница плакучая форма, установленная на арку. Я ей написала, по-моему, канал называется Людмила Турбанова, или как-то так. Вот кто знает, поправьте мне, если неправильно сказала фамилию. И я ей написала, она сказала, что у нее металлическая арка, примерно ее размеры. И я по этому же принципу заказала арку в кузнице. В будущем лиственница будет, это будет ее главный ствол. Она будет вот так пускать боковые веточки, плакать. И она будет идти у меня по всей арке и создавать такую ширму. Но уже через года два будет видно всю ее красоту на этой арке. Чуть позже подойдем ко второй лиственнице. Хотя, давайте я сразу уже покажу. Арка была установлена, она развернута. Не знаю, на видео это видно или нет. Она не стоит прямо. С целью такой, что это будет вход в огородную зону и вход в одну из стеклянной теплицы. Вторая арка стоит прямо от крыльца. То есть, когда спускаешься с ступенек из дома, сразу идешь вот в эту арку. Она установлена прямо. Арка такая же, таких же размеров. Также установлена по такому же принципу, как и первая. Здесь высажена лиственница Стив Виппер. Также на низком штамбе. Здесь буквально, наверное, сантиметров может быть 12-15. Низкий штамб. Лиственницы обе посажены в мой суглинок. Я лишь добавила немного кислого торфа. Закрыла материалом, чтобы трава не росла. И замульчировала хвойным опадом. Также лиственница поднята, прикреплена. Выведен главный будущий ствол. Видите, как она уже выросла. Высота сейчас лиственницы, наверное, метр, может быть, 20. Постепенно я буду главный ствол прикреплять к опоре. И она будет давать вот такие боковые веточки, лестись и создавать мне здесь ширму. Очень красиво получается. Вот сейчас отойду издалека. Одна арка и вторая арка. Затем я высадила здесь просто это инверса. Это плакучая тоже форма. Буду ставить в следующем году ей хорошую опору, ввести ее максимум до метр восьмидесяти и отпущу. И она будет вот так. Видите, она уже немножко как плачет. Она будет такой плакучей формы. Очень красивое растение инверса. Я заказывала в этом году в оптхозе. Мне прислали. Прирост она дала тоже мне хороший. Здесь уже не видно. Но я думаю, что она у меня здесь уже укоренилась. И было посажено еще одно растение. Это минджулип. Это стелющий можжевельник. Тоже с оптхоза. Ну не знаю, мне кажется, что это пересорт. Но посмотрим на следующий год, как он себя поведет. Все. Здесь было высажено вот таким образом. Потом прошло пару недель, и я поняла, что чего-то здесь не хватает. Во-первых, не было законченности в этой всей, да, посадках в этих всех. И было очень удобно косить. То есть обкосить нужно было вот это растение, это растение. И обкашивать приходилось еще две вот эти лесницы плакучей формы. Ну и знаете, посмотрев, так походив, вот пару недель, ну было что-то не то. Я приняла решение, что здесь нужен цветник. Чтобы было и ухаживать за растениями проще. И тем более у меня еще были растения, которые нужно было высаживать. И я решила, что быть цветником. Создала круглую форму. Окантовала тоже камни. Здесь камень на сухой кладке в два камня. То есть здесь заглубление, отсыпка песком с этой стороны, с этой стороны. И еще один камень сверху, да. Затем у меня также было еще корыто каменное. Это корыто каменное с дном. То есть здесь дно, оно не такое большое. Этот камень кажется огромным. А на самом деле здесь маленькое место для земли. Мне сделали отверстие довольно-таки большое для слива воды. Этот камень установлен на камни. То есть корыто оторвано от земли. И поставлены под него камни. Также, чтобы отверстие не забивала земля, я положила мелкую сетку. Засыпала почвосмесью и высадила сюда каменную розу. Это я покупала в этом году очень красиво. Гибридная. Также каменные розы перенесла из каменного цветника. Отчетки стелющиеся. Вот теперь пока здесь не очень все скудненько. Но все это будет разрастаться. Также высадила сюда эта овсяница. Помните, я говорила, что в ревьере у меня две кочки замокли. Но я их не выкинула, а посадила в огород. И они отошли. Я один куст разделила на два. Получила, в общем, три куста, три кочки. И высадила сюда. Замечательно. Самое главное, что я не сказала, что, как видите, отсыпано все камнем. Здесь заложен материал, чтобы не росла трава. Так как у меня здесь нет, не будет мелких растений, почвопокровников никаких. И растений здесь ограниченное количество. Я решила, что я застелю все материалом и засыплю камнем. Этот камень оставался в строительстве дома. Также этот камень тоже в остатках был. Ничего здесь не покупалось. Когда-то давным-давно окоплено. Лежало без дела. Я нашла ему применение. Здесь сделала такую окантовочку из другого вида камня. Вот. Также сюда добавила камни, которым обрамляла цветник. Вот такого плана. Ну, дальше по растениям давайте пройдемся. Высадила несколько кустов лаванды. Это ментин стрейн. И высадила две розы. Розы эти мне подарили. Вообще мне подарили пять роз. И они, знаете, были не в горшках. Как обычно я всегда покупала. Вот сколько у меня роз. Они все закрыты корневой системой. А эти розы мне подарили, отдали. Они были, корни завернуты в черную пленку. В общем, как, видимо, продают в коробках. Вот мне с названием отдали, но без коробок. И пять штук я размочила. Посмотрела видео, размочила эти корни, высадила ее в горшки. Но, к сожалению, из пяти роз у меня выжило только вот две. Это роза Snowball. Это парковая роза. Очень красивая. Она уже у меня цвела. Я давала два цветка. Она, знаете, поначалу чуть желтоватая кажется. Потом она белая с серединкой, кремовая. Ну, в общем, я картинку покажу. Я не снимала цветение первое. Но она соответствует, в общем, картинке. И следующая роза. Флорибунда. Название, видите, стерлось. Это маркер. Краска-маркер. Я писала, у меня вот спрашивали, стирается ли такая краска со временем. Вот я писала хорошим фломастером. А это писала уже, когда он заканчивался. Видите, и он стерся. Поэтому, если будете писать на камнях вот такой маркер краской, то пишите жирно, и чтобы он был новый. Тогда запись не будет стираться. А здесь, видите, у меня она стерлась. Знаю, что это флорибунда. А название не видно. Я не помню, но я подпишу. Она красивого такого цвета. Но, видите, эта роза, она такая, ну, переродилась. Как-то она здесь цветок не очень хороший. Но роза очень красивая. Она тоже у меня цвела. Не сняла я ее цветение. Но она соответствует сорту. Что удивительно. Теперь сорта не было. Такие две красивые розы высадила. И высадила мискантус. Вот этот мискантус, это который, помните, розу у меня возле ели голубой колючей на штамбе, который этот мискантус закрывал ее. Я говорю, что, говорила, что его буду пересаживать. Но я не удержалась, пересадила его летом в жару. Конечно, у меня верх весь засох. Я его весь обрезала. Я этот мискантус разделила на три части. Третью часть высадила обратно в миксбордер, на третий пол. А вот этот, два штуки, я высадила в горшки. Это довольно-таки большие, высокие горшки. Я выкопала яму, вкопала горшок и посадила сюда мискантус, чтобы он не разрастался. Вот он второй мискантус. Он вообще красивый. В прошлом году он у меня давал метелки. Но в этом году, конечно, нет. Будет во всей красе в следующем году. Посмотрим. Вот. В принципе, весь цветник. Сюда я больше ничего досаживать абсолютно не буду. Единственное, что я еще из миксбордера, ривьера, перенесу сюда булавоносец. Это по типу овсяницы. Он у меня там уже разросся. На третьем плане растет. Его не видно. Поэтому я его разделю на несколько частей в следующем году. И вот досажу сюда. Больше здесь растений никаких не будет. Этот цветник у меня ребенок назвал Венера. Интересное название. Мне кажется, к этому цветнику это название подходит. Сейчас как-то смотрится все скудновато, маловато растений. Но здесь я не предполагала большие заросли лиственных каких-то кустов, растений и так далее. Инверсия очень вырастет, будет довольно-таки большая. Оставлено, видите, большой приствольный круг. Потому что она будет плакать, стелиться по земле ее ветки. Поэтому ей нужно больше места. Это лаванда для цвета, розы две. Куда их было сажать? Сюда только. И как раз в дело я применила вот это каменное корыто. Тоже здесь вписалось очень хорошо. Вот так это выглядит издалека. Здесь две арки. Я думаю, что будет очень даже красиво. Вот, в принципе, весь цветник. Самое еще главное, я вам не показала. Я сюда еще посадила гортензию. Это гортензия Pastel Green. Она невысокая, максимум полтора метра. Я заказывала две гортензии Pastel Green. Вот сейчас, которые я высадила. И заказывала еще граффити. К сожалению, граффити не выжило. Я вообще сказала себе, что я больше никогда гортензию по почте заказывать не буду. Они мне пришли по почте в ужасном состоянии. Это была просто лапша. Ветки были все белые, длинные, сантиметров по 15. Я думаю, мне такую плохую гортензию и два этих кустая отправляли. Потому что за три дня она не могла так вырасти в посылке, чтобы вот такие веточки были, как лапша. И вот в граффити, к сожалению, погибла гортензия. Это мне удалось спасти. Это Pastel Green. Тоже очень красивая гортензия. Вот представьте, с конца весны вот такой маленький кустик. Потому что очень долго болела, отходила. Ну, я ее выходила. Горшки это просто здесь стоят для антуража. Я их уберу, конечно. Вот что я вам хотела показать про новый цветник, который называется Венера. Заодно хочу вам еще показать растение, которое я заказала в Абхозе в этом году. Это можжевельник Хорсмана. Смотрите, какой он уже хорошенький. Это тоже такой можжевельник плакучей формы. Установлю в следующем году ему хорошую опору. И будет здесь такое у меня чудо. Это вот между арками. Хочу немножко отгородить зону садово-огородную от придомовой зоны. Также я высадила фастигиата сосна веймутова. Вот она красавица. Очень красивое растение с сизой хвоей. Растет, замульчировала. Я закрыла укромным материалом и замульчировала хвойным опадом. Это для удобства в кошении, чтобы здесь травой все не зарастало. И я обкашиваю, а здесь травы нет. Это очень удобно. И также у меня высажена еще одна сосна. Это сосна веймутова радиата. Вот такая красавица. Она уже с шишками. Видите, смола выделяется. Вот еще одна шишка. Тоже замульчирована хвойным опадом. Нужно будет скоро косить траву. Давайте с вами вернемся к цветнику Венера. Конечно, когда разрастутся лиственницы и сделают мне вот такую арку ширма, представляете, все это будет вниз подать, плакать ее веточки. И будет очень хорошо, когда вы заходите. Очень красиво. Я видела, как это выглядит уже. Ну, пока смотрится не очень. Но ничего. Уже за два года она нарастет хорошо. Лестница вообще по кучу формы растет быстро. Я вот эти растения покупала, собственно говоря, небольшие. Они были буквально в посылке мне присылали. Ну, вот так вот максимум. А это все прирост этого года. Вот представьте, какая сила у лиственницы. Между прочим, мне кажется, что лиственница с голубой хвоей она растет быстрее. Это вот пендула зеленая. Я единственное, что у блогера Людмилы Турбановой я не спросила, чем она лиственницу крепит к металлической опоре. Нужно мне будет задать этот вопрос и сделать. Как она? Потому что перетягивать какой-то прочной веревкой или проволокой я не вижу смысла, потому что здесь нужно, знаете, очень сильно следить, часто следить, чтобы не перетянуло ствол. Лестница растет быстро и можно не уследить и передавит основной ствол. А это очень плохо. Вот так вот. Сейчас уже пошел мелкий дождь. Я вам успела заснять новый цветник. У меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и всем пока начинается жуткий дождь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok